В ногу с лучшими мировыми хирургами шагают специалисты Ивановского онкологического диспансера. В учреждении начались плановые лапароскопические операции по удалению опухоли прямой кишки. Данная методика предложена английским хирургам, и до недавнего времени российские пациенты ездили на подобные операции за границу. Соответственно, стоило это больших денег. Мы берем всех пациентов, которые подходят для этого вида операции. Но надо сказать, что на настоящий момент выполняется всего лишь четвертая операция. Конечно, наши доктора, наши хирурги, они практикуются, накапливают опыт. Лечить рак кишечника лапароскопическим методом стало возможно благодаря приобретению в диспансер современного хирургического и диагностического оборудования. Купили его на средства, выделенные в рамках проекта модернизации. На операционном столе пожилой мужчина. Обычную полостную операцию врачи бы ему делать не рискнули. А значит, болезнь стала бы прогрессировать. Мы сегодня берем пациента 80 лет. В общем-то, этот пациент, если бы у нас не было подобного оборудования, мы просто бы отказали ему в такого вида операции, потому что она бы была для него слишком тяжела. Это была бы большая полостная операция с большой кровопотерей, с большим риском осложнений после операционного периода. И, по-видимому, мы бы ему отказали. В данном случае это становится возможным. Лапароскопическая операция менее травматична, нежели полостная. А это значит, что у пациента меньше послеоперационных болей. Сокращается срок реабилитации. Больному делают пять проколов, через которые вводят необходимое оборудование. Это широкое фасциальное удаление клетчаточных пространств вокруг прямой кишки ввиду того, что там может быть метастатический процесс. Данная методика позволила нам значительно снизить количество не только ранних, но и поздних рецидивов и значительно увеличить продолжительность жизни пациентов. Успешные операции по удалению опухоли прямой кишки в онкодиспансере проводят уже более трех лет. Но буквально до сегодняшнего дня в память о пережитом пациентам оставался 30-сантиметровый шов, а пожилым и вовсе могли отказать в лечении. Теперь для Иванова это в прошлом. А вот в соседних регионах, к сожалению, пока выполняют только классические полостные операции.